После жуткого случая на улице Жукова, где три бойцовских пса разорвали маленькую собачку, полиция ведет проверку. Владелец Михаил закрыл свою страницу в соцсетях и не отвечает на звонки журналистов. Напомню, по словам очевидцев, мужчина равнодушно смотрел, как хрупкая девушка. Держит щенка на вытянутых руках, истошно просит о помощи, а три пса кусают ее, роняют на землю и разрывают собачку на глазах у хозяйки. Мне было все равно, я не чувствовала этой боли, потому что я боролась за ее жизнь. И потом, когда ее оттянуло, но уже было поздно, и ей перегрызли шею. То есть ее полностью растерзали на кусочки. Владелец собак Михаил живет на комсомола, гуляет с животными, как утверждают очевидцы, без намордников. Пару лет назад в полицию обращался пенсионер, который своим телом пытался защитить пиосик от разъяренных собак. Жертвой нападения стала питомец школьницы из дома на комсомола, ее тоже. Родители ее писали в полицию. Санкций тогда к мужчине применено не было. Его можно и нужно привлечь к ответственности таким, как умышленное причинение вреда чужому имуществу, а собака – это имущество. И здесь оно получается дорогостоящее. А также умышленное причинение вреда здоровью. Причем, почему бы не применить квалифицирующий признак, такой, как хулиганские побуждения, да? А в качестве меры ограничения его преступных, халатных, либо каких-то иных действий, почему бы не поместить на время следствия человека в СИЗО?